Наталья Бондаренко, жительница Славянска, глава общественной организации людей старшего возраста. В ее семье с войной напрямую столкнулись и мать, и отец. Что тебе пожизненно в голову вкладывали идеология, на которой ты жил, на которой ты вырос, ты понимаешь. И теперь все это сказать, что нет, этого не было. Это значит перечеркнуть свою молодость, перечеркнуть то, к чему ты стремился, то, чем была наполнена твоя жизнь. Это очень тяжело. 9 мая. Большинство украинцев воспринимает эту дату как личную, ведь почти у каждого в семье кто-то погиб во Второй мировой. Мой отец воевал. Моя мама была в Германии. Угоняли немцы, молодой девчонкой угоняли. И если мама еще кое-что рассказывала, то отец абсолютно ничего о войне не рассказывал, сколько бы я у него не спрашивала. То есть эта тема для него была закрыта. И пусть когда оно начало подниматься и бум, вот этого наращивания 9 мая, победа. Это была где-то уже середина 70-х годов, и я это хорошо очень помню. Он ездил на эти встречи ветеранские, которые в принципе, по большому счету, ему радости не приносили почему-то. С 2015 года Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения. В Украине прошла волна декоммунизации, в то время как в России и непризнанных республиках происходит обратный процесс. В Донецке и Луганске самопровозглашенные власти объявили о временном возвращении областным центрам их советских названий – Ворошиловград и Сталина. По обе стороны линии соприкосновения можно встретить упоминание об акции «Бессмертный полк». По данным опроса фонда «Демократические инициативы» или «Как учриво», 51% опрошенных украинцев не знают об акциях «Бессмертный полк». Еще 12% знают о них, но относятся к ним отрицательно. Знают и позитивно относятся – 18%. Знают и относятся нейтрально – 12%. Как жители Славянска воспринимают 9 мая? День Победы, конечно. У меня воевали два деда. Для меня это считается праздником. Это очень большой праздник. Это праздник Победы. У меня бабушка была в концлагере, она пережила это все событие. Конечно, для нашего народа это большой праздник. Его обязательно нужно отмечать. Для нас это большой праздник. Мы помним, любим, чтим. Для всех. Для всей нашей страны, для всех наших граждан. Праздник забывать ни в коем случае нельзя. Но это и день скорби, и праздник, естественно. Это же Победа, но при этом это наши близкие. Пусть даже для кого-то это совсем прапрадеды, для кого-то деды, для кого-то, может быть, родители, которые погибли. И в любом случае в этот день, как и поминают, тех, кого уже нет с нами, кто нас защищал. Но и при этом радуются. Это все-таки был праздник всегда, действительно, День Победы. Для 52% украинцев День Победы – это празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. Около 32% воспринимают эту дату, как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклада в нее украинского народа. Ритуалом мы не уникнуем, больше того, его как-то надо делать, чтобы, ну, за допомогою этого люди просто как-то спелкуются, достают какой-то спільной памяти, примирения. Продолжение следует...